Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Библии. И сегодня мы рассмотрим вопрос «Почему не был убит убийца?». Это четвертая глава книги «Бытия», 12-13 стих. Здесь сказано следующее. Это слова Бога, обращенные к Каину, первому человеку-убийце на земле. «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Вот здесь непонятно, почему убийца не был убит. Дело в том, что закон Божий настаивает на том, что если человек убил человека, то его кровь надо пролить. Есть в Библии заповеди Ноя, который был отцом родоначальников человеческих рас Сима, Хама и Афета. Таким образом, эти заповеди обязательны для исполнения всеми расами, племенами, народами и языками. Так вот, в 9 главе 6 стих сказано «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». То есть любой человек – это как икона Бога. И тот, кто убивает другого человека, он как бы рассекает икону Бога надвое. Господь устанавливает и в Новом Завете, что представители власти могут умерфлять убийц. Так, в послании к римлянам, 13 глава, 3-4 стих, мы находим такие слова. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Меч – это орудие казни. «Он Божий слуга, отомститель в наказание делущему злой». Но почему по отношению к Каину это оказалось недействием? Во-первых, на момент совершения убийства Каином Авелем взрослыми людьми были после них только Адам и Ева. У них могли быть еще маленькие дети, но как же отец будет казнить своего сына? Это совершенно недопустимо. Потом Каин сознался в своем преступлении, хотя он вначале хотел как бы увильнуть от ответственности, когда говорил «не знаю, что я сторож брату своему», но потом, когда Господь сказал, что кровь Авеля выпьет от земли к Богу. Любая кровь убитого человека, она выпьет к Богу и требует отомщения. И в Апокалипсисе мы читаем, что мученики, убитые за веру в Иисуса Христа, они выпьют из-под жертвенника и восклицают «Доколи, доколи, Господи, не мстишь за нас?» Суды Божии неизбежны. И Каин, в конце концов, будет убит. Итак, Каин в ужасе. «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроешь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня». А кто это всякий, кого он боится? Отца, мать, младших братьев, сестер? Есть такое предание, что когда Каин убил Авеля, звери перестали бояться человека. До этого звери дикие были в полном повиновении у человека. И сейчас зверь боится человека. Но в этот момент, когда звери учуяли кровь человека, они стали рычать и бросаться на Каина. «Он напуган, и сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемиро». Дословный перевод – «отомстится в седьмом», то есть в седьмом поколении. А седьмое поколение – это Ламех, у которого был сын Тувал Каин, который изготовлял орудия убийства. По преданию, Ламех был слепой, но он любил ходить на охоту, хотя плохо видел, подслеповатый был. И Тувал Каин показывал ему, куда надо стрелять из лука. Вот в этой книге вы видите это изображение. Вот видите, как он показывает, куда стрелять. Это лицевой свод времен Иоанна Васильевича Грозного. И в кустах там оказался Каин. Он был какой-то весь лохматый. И Тувал Каину показалось, что это зверь. И он показал Ламеху, куда стрелять. Тот стрельнул, подошли ближе, а это Каин, их прародитель. Они же были Каиниты. От досады Ламех развел руками и зашиб отрока своего Тувал Каина. Таким образом, восторжествовала справедливость. Каину было дано время для раскаяния. Тувал Каин, который был изготовителем оружия, этим же оружием и уничтожен. Ламех зашиб его огромным луком по этому преданию. И справедливость восторжествовала. Кровь не водичка. Она просто так не проливается. Но Бог долготерпит. Почему? Сказано, долготерпение Божие ведет к покаянию. Берегите себя. С Богом!